Всем привет! В этом видео я покажу, как анимировать походку в Какани. Для начала обозначим линию поверхности земли в отдельной группе слоев. Это поможет нам следить за тем, чтобы ноги персонажа не плавали и твердо опирались на поверхность. Теперь нам нужно нарисовать анимацию походки в черне. Сделаем это на арастровом слое. Я буду рисовать детализированного персонажа, но и упрощенного варианта было бы достаточно. Это нужно лишь для того, чтобы обозначить позы и тайминг. Проследите, чтобы обе ноги имели одинаковую длину. Если они получились разной длины, скомпенсируйте разницу. То же самое сделайте и для рук. Первая поза – это контакт. Это момент, когда персонаж касается ногой поверхности. Нога в этот момент прямая. Вторая нога слегка согнута, а тело немного наклонено вперед. Руки размещены противоположно ногам. Это значит, что когда правая нога персонажа выставлена вперед, правая рука находится позади. И наоборот. Добавим горизонтальную линию над головой персонажа, чтобы было легче отслеживать его движение по высоте. Далее перейдем на семнадцатый кадр и продублируем ключ. Включим просвет и передвинем персонажа, выровняв его по носку с предыдущим ключом. Поправим наш скетч в этом кадре так, чтобы поменять местами левые и правые конечности. После этого перейдем на тридцать третий кадр и скопируем в него первый. Выровняем также положение персонажа по носку. Начало положено. Теперь нужно сделать брейкдаун на девятом кадре. Это среднее положение между крайними, которое очень важное и влияет на манеру походки. Так как в анимации есть ключевые кадры, крайние фазы, брейкдауны, промежуточные фазы. Чтобы не было путаницы, нам нужно условиться. В каккане есть два типа ключа. Это промежуточные кадры и ключевые. Когда я буду дальше говорить про ключи, я буду иметь в виду тип ключа в программе. Вернемся к среднему положению. Вы можете сделать здесь пустой ключ и перерисовать его с нуля. Но я предпочитаю использовать reuse по максимуму. Потому я буду копировать все, что можно. Как минимум, тело и голову. Тело в этом кадре можно немного выпрямить. Так как в этой позе правая нога полностью выпрямляется, персонаж немного приподнимает свое тело и голову. Рука здесь тоже более выпрямлена. За счет чего кисть опускается чуть ниже. Продублируем среднее положение на двадцать пятом кадре. Выровняем по носкам и поменяем местами конечности. Давайте проиграем то, что получилось. Казалось бы, теперь нужно просто добавить промежуточные. Чтобы персонаж поднимался и опускался по дуге, размахивая руками. Но нет, не все так просто. На пятом кадре тело персонажа должно опуститься вниз. Походка — это контролируемое падение. Персонаж должен принять свой вес согнутой ногой. Так мы передадим вес тела. Это называется нижнее положение. Носок держим на месте. А руки разводим еще шире. Именно в этом моменте они и тело будут менять направление, а не в позе контакта. Дублируем позу на двадцать первый кадр и редактируем ее. Осталось добавить последнюю позу в тринадцатом кадре. В этот раз тело должно подняться еще выше, так как персонаж отталкивается в этот момент. Это верхнее положение. Дублируем. Траектория персонажа оказалась волнообразной. Перепроверим траекторию рук и ног, чтобы они следовали дугам. Убедитесь, что ноги твердо стоят на поверхности и не скользят. Вносим правки, если понадобится. Поздравляю! Этого будет достаточно, чтобы отрисовать анимацию начисто и дофазовать. Сделаем растровый слой прозрачным. Так будет легче воспринимать чистый вариант анимации. Обычно для структуры персонажа достаточно двух слоев. Слой для головы и для тела. Но если в анимации части тела слишком часто пересекаются, можно разделить персонажа на три слоя. Получается так. Первый слой – голова. Второй – тело. И конечности, которые перед телом. А третий – конечности, которые за телом. Это нужно только для того, чтобы иметь возможность изолировать их друг от друга, если понадобится. Начнем с головы. Старайтесь обрисовывать персонажа простыми формами или даже отдельными линиями. Также не рисуйте линии в хаотичном порядке. Придерживайтесь логичной последовательности. К примеру, сначала форма головы, потом все, что связано с глазом, ухом и волосами. Это очень сильно упростит вам жизнь. В какане важна последовательность штрихов, так как каждый штрих имеет свой индекс, который нужен для автофазовки. После того, как час тела нарисовано, сгруппируйте ее. Тело рисуем отдельными линиями. Здесь рука немного перекрывает тело. Не обращайте на это внимания. Рисуйте каждую часть тела индивидуально. Руки и ноги разделите в суставах. Это очень пригодится при анимации и создании арок. Теперь перейдем на слой для конечностей, что за телом. Включим опцию Lighting Strokes in Inactive Wares, чтобы сосредоточиться на нем. Когда первый ключик готов, вы можете следующее нарисовать с нуля. Но повторюсь, я предпочитаю reuse везде, где это уместно. Потому я скопирую все штрихи на второй ключ и адаптирую их под скетч. Помимо экономии времени, это помогает держать пропорции и массу персонажа. Делаем то же самое для остальных ключей. Делаем то же самое для остальных ключей. Продолжение следует... Теперь можно спрятать наш черновик и приступить к фазовке. Сначала нужно расставить арки на первом ключе. Все, что нужно сделать, это соединить объект в одном и том же месте на соседних кадрах и задать траекторию дугой. Убедитесь, что опция «Maintain bone length» включена. После чего соедините тот же объект еще в одном месте, желательно с противоположной стороны. И вторая арка настроится автоматически так, чтобы объект не потерял свои пропорции при интерполяции. Чтобы отобразить арки из других групп, зажмите «Ctrl». Если вы кликните по такой арке, то унаследуете ее для выбранной группы. Так можно быстро строить иерархию между группами. Конвертируем третий кадр в промежуточный. Убедимся, что тайминг установлен как линейный. И сгенерируем нашу первую фазу, просто дважды кликнув по промежуточному кадру. Ура! Вот только опустим носок, чтобы он шлепнул. Проделаем то же самое для других промежуточных. Если нужно вносить правки, вносим. Автофазовка — это помощник, но не замена живому аниматору. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Когда мы сделали все фазы, нужно обязательно проверить нашу анимацию, проследить движение полностью и поправить спейсинг. Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь давайте добавим легкое покачивание головой. Так как автофазовка генерируется без групп, нам нужно выделить кадр, в котором они есть, и назначить эти группы на остальные кадры, используя команду Transfer Grouping Info. Теперь будет удобнее выделять разные части тела и трансформировать их. Добавим также запаздывание на волосы. Поправим волосы так, чтобы их кончики тяготели к предыдущему кадру. Это нужно сделать для всей анимации. Также мы можем добавить небольшой рассинхрон в движение волос. Это сделает их более живыми. Осталось почистить нашу анимацию и покрасить. Подсветим активный слой, чтобы не путаться, где какая рука и нога. Включим отображение цветовых регионов. Все, что нам нужно сделать, это замкнуть разрывы инструментом Cleanup Tool и спрятать ненужные сегменты инструментом Segment Tool. Чистка займет некоторое время, но этот процесс вовсе не сложный. Субтитры создавал DimaTorzok 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 После того, как мы закрасили первый кадр, следующий мы можем закрасить уже автоматически. Но автозаливке нужно помогать вручную, если какие-то регионы не закрасились. Давайте включим отображение толщины штрихов и настроим ее в мультикадровом режиме. Ну и сделаем заужение кончиков штрихов на ухе. Ура! Поздравляю! Походка готова. Для такого случая я нарисовал задник, чтобы все смотрелось полноценно. Это самая обычная походка. На самом деле есть огромное количество походок, которые игнорируют эти правила. Но правила нужно знать, чтобы уметь их нарушать. Надеюсь, этот урок был для вас полезен. На этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok